Кто не рискует, тот не ловит рыбу. Центр ГИМС продолжает работу по предупреждению провалов под лёд. На этот раз инспекторы совместно со специалистами администрации патрулировали парк Степаново. Несмотря на середину рабочего вторника, рыбаков на реке немало. Добрый день. Инспекция по маломерным судам. Старший государственный инспектор Воронов. Да нет. Мы профилактику на водоеме проводим. Безопасный лёд. Держите памятничку. Будьте аккуратны на льду. Инспектор замеряет толщину льда. По правилам 7 сантиметров. Больше уже достаточно для того, чтобы выдержать взрослого человека. 11,5 сантиметра. Ну, всё равно, как бы, лёд на всей экватории водоёма, он неоднородный. Вы не боитесь выходить? Средств спасения у вас никаких нет? Или вы один? Спасение? Ну, там, верёвка, может быть, какая-то. Или как-то, чтобы хоть как-то безопасить себя. Берёвки? Не берёте с собой, да? Сколько всего надо набрать? Ну, это понятно. Но своя-то безопасность, она же всегда важнее. Я не хожу, где лёд ненадёжный. Так отвечают большинство рыболовов. Вот только статистика спорит с такой самонадеянностью. Ежегодно в зимний сезон в Иванове происходит до 10 случаев провалов под лёд. В группе риска именно рыбаки. И от ошибки они не застрахованы. Если при себе нет средств спасения, неподготовленный человек может запросто утонуть. И такие трагедии в городе тоже случались. Спасатели предупреждают. Уверенность в себе – это отлично, но только если она подстрахована специальными приспособлениями. На случай самого плохого варианта развития событий. Кто-то надевает спасательный жилет, кто-то берёт с собой верёвку, привязывается и фиксирует себя на случай провала, чтобы мог себя вытащить. Кто-то использует такие средства народного спасения, как верёвку с гвоздями, которые продевают в рукава и цепляются гвоздями, чтобы они всегда были под рукой в случае провала. Варианты спасения могут быть разные, но лучше всего воздержаться от выхода на лёд в период его становления, дождаться, когда он установится безопасной толщины, и тогда можно свободно предаваться своему любимому делу – рыбалке. Помимо рыбаков в группе риска – дети и подростки. Первая серьёзная трагедия в этом сезоне произошла совсем недавно. На реке Лух провалился под лёд и утонул семилетний мальчик. По незнанию, либо же по недосмотру родителей он оказался на льду, что привело к таким трагическим последствиям. И не стоит забывать, что тем же учителям и администрациям школ нужно непосредственно доводить информацию и до родителей на родительских собраниях, и также на классных часах, на уроках ОБЖ, доводить до детей информацию, что выход на лёд в период её восстановления опасен для жизни. Конечно, безопасности детей должны больше уделять внимание родителей и педагогии. Но это непросто, если перед глазами у школьников постоянно наглядный пример. Взрослые, которые сами не соблюдают правила, рыбачат в считанных метрах от воды. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.